Друзья, привет! Hi! Приветствую вас на канале «Английский язык по плейлистам». Мы с вами продолжаем наш важнейший плейлист «Английский язык до автоматизма с нуля до уровня Advanced» и готовимся к контрольной работе по всему курсу. Итак, друзья мои, мы с вами двигаемся далее. Мы с вами в предыдущем уроке поговорили про специальный вопрос, повторили. Теперь давайте с вами перейдем к такой обобщающей практике. Итак, переводим. Почему это возможно? Почему? Why? Это возможно. Is it possible? Why is it possible? Далее немножко посложнее. Где ты родился? Где ты родился? Как вы спросите, где? Where? Вообще нужно знать фразу «рождаться». Это фраза «be born». «be born». Соответственно, я родился. I was born. В Англии. In England. I was born in England. Или, соответственно, вы можете указать какой-то год. То есть, в каком году? I was born in… Я родился. I was born in 1986. Соответственно, даты произносятся попарно. Видите? 1986. I was born in 1986. I was born in. Соответственно, здесь, ведь уже подсказка, что «be», значит, нужно в вопросе использовать возле «were», «где ты». Значит, «where were you born?» «Where were you born?» «Where were you born?» Когда ты родился? Мы с вами спросим. «When were you born?» «When were you born?» Далее. «Что остановит их?» «Что?» «What?» «Что остановит их?» «What will stop them?» «What will stop them?» Далее также частая ошибка, когда спрашивают вас, когда ты родился, если вы хотите сказать более конкретное, значит, как правильно сказать. Например, скажу на своем примере. Я родился. I was born. Схема какая? On there. Далее вы говорите. Of. In. Вот такая схема. Смотрите. Здесь почему-то он все забывает. Значит, я родился. И здесь, соответственно, получается. I was born. On there. Соответственно, 26. On the 20. У нас 26 – это 6. А мы говорим именно 26. Что-то сказать 6 мы говорим th. On the 26 of. Далее месяц. Of April. In 1986. In 1986. I was born on the 26 of April. In 1986. То есть, мы добавляем th. Единственное, здесь исключение, это когда, соответственно, первое, вы скажете, on the 21st, или 21 on the 21st, или первое, on the first, соответственно, второго, вы скажете, on the second, соответственно, третьего, on the third. А так вы добавляете th. Значит, вам нужно знать также вот эти числительные. Я думаю, это лишним не будет. Соответственно, on the third – это исключение. И, соответственно, далее, значит, четвертого, on the fourth, пятого, on the fifth, шестого, on the sixth, седьмого, on the seventh, восьмого, on the eighth. Далее, соответственно, nine – девять. Ninth, девятый и, соответственно, tenth, десятый. Как вы видите, в принципе, ничего сложного. Видите, first, second, third – это, как говорится, exceptions, исключения. Далее, будьте внимательны, касательно прописания, вот fifth и ninth. А так, все то же самое, th. Опять же, если вы хотите сказать, например, не просто четвертого, а четвертого, скажите, соответственно, on the fourth, и далее вы говорите месяц, on the fourth. Так, я думаю, вы также хорошо помните, какой месяц сказать, но давайте с вами, тем не менее, напомним. Итак, январь, в разношении заодно поработаем. January, февраль, February. Соответственно, декабрь, December. Здесь. Начнем с декабря. Давайте пространство здесь для этого больше освободим, потому что эта информация действительно важная. Это называется winter. Winter – зима или winter months. Месяца зимы. Далее, соответственно, spring. Spring, о, spring months. Месяца, естественно, весны. Это у вас, естественно, March, April, May. Далее, лето – summer. Естественно, у вас June. July, июль и август. Август, август. И, соответственно, autumn. Autumn, autumn, autumn. September, October, и, соответственно, November. Так, извиняюсь, сразу какие-то опечатки, если есть возможно. Мы сразу стараемся все, на самом деле, проверить и ликвидировать опечатки. Итак, september, october, november. Это winter months. December, January. Помедленнее давайте. December, January, February. Spring, March, April, May. Summer, June, July, и август. Autumn, September, October, и, соответственно, November. November. Итак, давайте с вами скажем. Вот наша схема. Например, я родился 6 июня. Я родился. I was born. Обязательно on the. Это нужно обязательно все не забыть. Все забывают почему-то. On the. Далее, 6 июня. Мы с нами говорили, видите, здесь six. On the 6th of June. 1991 года. In 1991. I was born on the 6th of June in 1991. Если просто я родился в 1991 году, то просто скажем. I was born in 1991. Далее, я родился 31 марта. Я родился. I was born. On the, опять. Значит, 31. Помним, это 31. Но нам нужно не one, а first. По аналогии, помните, first, 21st, 31st of. Соответственно, марта, march и так далее. То есть, это очень тоже важно. У нас далее будут различные моменты в рамках нашего плейлиста. Просто забегая вперед, вот такая информация вкратце. Итак, соответственно. I was born on the 6th of June in 1991. I was born on the 31st of March. Соответственно, 1997 года. In 1997. Итак, друзья мои, отлично. In 1967, for example. Здесь может быть разное. Итак, друзья мои, отлично. Значит, продолжаем. Что здесь еще нужно сказать? Давайте еще некоторые примеры разберем. Как далеко это место? Как далеко это место? How far? Это место is this place. How far is this place? Как часто ты пытался сделать это? Как часто? How often? Ты пытался Did you try Сделать это? To do it. How often did you try to do it? Сколько денег он будет должен тебе? Сколько денег? How much money Он будет должен тебе? Will he Видите, важно знать не только грамматику, но и лексику. Вспоминаем, что должен это How much money will he owe you? Итак, видите, How far is this place? У нас с вами здесь вопросительная конструкция, о чем мы с вами говорили. Или здесь How often did you try to do it? How much money will he owe you? Значит, далее Насколько дружелюбны они? Вот насколько это How Получается, насколько дружелюбны Опять вопросительная конструкция How friendly Они Are they? How friendly are they? Значит, насколько долгой Была презентация? Насколько долгой? How long Была презентация? Was The presentation How long was the presentation? Сколько свободного времени у тебя будет? Сколько свободного времени? How much free time У тебя будет или ты будешь иметь? Will you have? How much free time will you have? Далее Который канал ты выбрал в конце То есть, в конечном счете, в конце Который канал Думали, какой канал выбрать Там один из нескольких Верти в which channel Значит, ты выбрал Или ты выбрала Did you choose В конце In the end Мы сами помним In the end In the beginning Но если в конце чего-либо В начале чего-либо То это Другой предлог Верно At At the end of something At the beginning of something Далее Сколько тебе было лет? Сколько тебе было лет? How old were you? How old were you? Например, когда ты был в Испании Когда ты был When you were В Испании In Spain Соответственно, видите, здесь у нас Выпросительное слово Если вы просто спросите Когда ты был в Испании Вы спросите так When were you in Spain Если у вас перед вопросом что-то есть Как здесь, видите То прямой порядок слов Начали идет подлежащее Потом уже, соответственно Или глагол Или вспомогательный глагол Видите, как здесь То есть You were Именно такой порядок слов Потому что до этого идет How old were you? Что-то вот, видите, есть Если у вас просто вопрос То мы спросили When were you in Spain? Здесь у нас How old were you When you were in Spain? Далее Немножко посложнее Чей совет Ты примешь во внимание? Чей совет? Чей это whose? Это вопросительная конструкция Совет Совет Advice Ты примешь его внимание Who's advice will you take into account? Into account Or Whose advice will you take into consideration? Who's advice will you take into account? Or will you take into consideration? Если, соответственно Чьему совету ты последуешь? Тогда мы с вами спросим Whose advice Whose advice will you follow? Если чьему, то это получается What advice will you follow? Если чьему, то Whose advice will you follow? Итак How friendly are they? How long was the presentation? How much free time will you have? Which channel did you choose in the end? How old were you when you were in Spain? When were you in Spain? Вообще вот такая конструкция, видите, когда у вас перед вопросом что-то есть, это называется косвенный вопрос. Мы оставим далее, подробно будем разбирать У нас планировано много практики на эту тему. Итак Whose advice will you take into account? Whose advice will you take into consideration? Whose advice will you follow? Итак, друзья, мы отлично Двигаемся с вами далее. Итак, что вдохновляет тебя? Что? Соответственно, будет What? Вдохновляет тебя? Inspires you? What inspires you? Вспомогательный глагол не нужно, мы сами говорили. Далее Кому ты доверял? Кому? Who? Ты доверял? Did you trust? Также можно, в принципе, с вами сказать Кому? Whom? Но обычно Who по умолчанию используем Who did you trust? Далее Какого рода работу Значит Ты будешь иметь? Какого рода работу? What kind of? Далее Как далее? Правильно Правильно Job What kind of job? Значит, в этом контексте Мы с вами используем job Помните, мы с вами спрашиваем Какая твоя работа? What's your job? Какая твоя работа? What's your job? Как кем ты работаешь? То же самое здесь Какого рода работа? What kind of job? То есть так принято Мы обычно с вами именно так спрашиваем Поэтому по умолчанию Используем эти фразы What kind of job? Значит, ты будешь иметь Will you have? What kind of job will you have? Далее Как регулярны были ваши встречи? Как регулярны? How regular? Были Ведь и встречи, они Поэтому were Ваши встречи Your meetings How regular were your meetings? Далее Немножко посложнее Где ты Сможешь найти это? Где ты? Where will you Сможешь Помните, у нас Значит, смочь Это Be able To do something Смочь Что-то сделать Поэтому получается Where will you be able Найти это? To find it Where Where will you be able To find it? И помните Это, соответственно Получается Мочь уметь Это заменитель Can Для будущего времени Если суметь что-то сделать То это фраза Manage To do something Сумеешь это сделать Например Как ты сумеешь Соответственно Исправить эту ошибку? Как ты сумеешь? Да мы с вами спросим How will you Это уже Manage Исправить To correct Это ошибку This mistake How will you manage To correct This mistake Итак Так Далее Значит у нас Еще несколько вопросов Насколько образован он? Насколько образован How educated Он Is he? How educated Is he? Далее Некоторые сложные вопросы Но мы с вами Также разбирали их В рамках В нашего плейлиста Поэтому давайте Вспомним Итак Значит Сколько по времени Занимает у тебя Добраться Значит Сюда Сколько по времени Помните Это фраза How long Занимает у тебя Does it take you Добраться To get Сюда Here How long does it take you To get here Соответственно Если В прошедшем времени Мы с вами скажем Тогда с помощью Did How long did it take you To get here Если соответственно В будущем времени Мы с вами будем использовать Will Получается How long Will it take you To get here Мы с вами Помним Что если Here Здесь Там There Там Добраться домой Get home То Никакие вам предлоги не нужны А так Добраться до ку Тут обычно Get to Поэтому добраться до работы Это будет Get to work Добраться до этого места Get to this place И так далее За этим тоже нужно следить И такой вопрос Откуда ты? То есть Из какой ты страны? Опять же Мы с вами говорили Что Где и куда Это Where От Это from Получается From where Откуда Соответственно Вспомогательный глагол Раз you Значит are И глагола нет Are you Но так выглядит коряво Поэтому from Отправляется на конец И получается Соответственно Where are you from? Откуда ты? Where are you from? Откуда он? Where is he from? Where is he from? То есть в какой они страны Where is he from? Where are you from? Соответственно I'm from Russia Where is he from? Он из Соединенных Штатов He is from the United States Ну можно конечно полностью сказать The United States of America Из Соединенных Штатов Америки Но часто мы слышим просто He is from the United States Он из Соединенных Штатов Откуда они? Where Where are they from? Они из Италии They are from Italy И последнее Самое сложное Еще такой вопрос Очень полезная в разговорной речи Например Хотим спросить В какой степени Ты согласен С этим утверждением? В какой степени? Вот как скажете В какой степени? Это такая вот Вопросительная конструкция Хотя я вам подскажу Если вы забыли To what extent? Это в какой степени? Или так же можно сказать To what degree? Вообще Extend и degree означают степень И так же degree Если вы помните Это градус Помните The temperature У нас был Температуры Из Соответственно Above zero Выше нуля И здесь можно сказать Соответственно Температура Сейчас мы продолжим The temperature Из Соответственно 10 градусов Выше нуля 10 degrees Выше нуля Above zero Или ниже Соответственно Below zero Но degree И extent Означают степень Соответственно Мы с вами можем То есть Мы в праве спросить В какой степени Ты согласен? To what extent Or degree? Do you agree? Ты согласен? Если со мной То это with you Если с этим утверждением То получается With this Значит Утверждать будет State Утверждение Мы с вами помните Разбирали Что statement Это утверждение Negative Equation Это все оттуда Как раз Получается To what extent Do you agree With this statement? Or To what degree Do you agree With this statement? То есть Это в какой степени? Очень часто Используется именно To what extent Поэтому по умолчанию Будем использовать Итак How educated Is he? How long Does Did it really Take you To get Here There Home To work To this place? Where are you from? I'm from Russia Where is he from? He's from the United States Where are they from? They are from Italy It isn't a question It's a statement To what extent Do you agree With this statement? The temperature Is 10 degrees Above zero Or The temperature Is 10 degrees Below zero Итак, друзья мои Отлично Мы с вами Двигаемся Далее И в рамках нашего Листа Продолжаем Thank you Thank you Thank you Продолжение следует...